Здравствуйте, уважаемые коллеги! Конец 2023 года. У всех новогоднее настроение. Может, кто-то планирует путешествие. И сегодня мы с Иваном Пузняковым сделаем для вас небольшое путешествие в Индию на производство однолетников. Иван, тебе слово. Юля, спасибо. Коллеги, друзья, партнеры, добрый день. Я рад вас всех видеть. Сейчас я веду трансляцию из города Бангкок. Я работаю техническим специалистом или техническим адвайзером по странам Юго-Восточной Азии, компании Сингента. Нахожусь в офисе Сингента в Бангкоке. И в этом году мы устраивали несколько очень интересных презентаций, очень интересных выставок. В том числе, одна из них проходила в Индии. Я бы хотел поделиться своими впечатлениями и знаниями, которые я получил о производстве в этих странах. Конечно, климат и специфика производства значительно отличаются от российских. Где-то они похожи. Но, тем не менее, я думаю, что вам будет интересно посмотреть на различия, посмотреть на то, какие цветы получаются в южных регионах. Ну и, я думаю, мы можем приступить уже к представлениям и приступить к нашей презентации. Коллеги из Казахстана, коллеги из Узбекистана, обратите внимание, это даже больше для вас идет презентация, потому что, ну, сколько можно рассказывать про Московскую область. Давайте уже куда-то на юг, где потеплее, где совсем другое производство. Да, и климат именно... Давайте климат, климат. Покажите нам климат Индии. Где происходит выращивание основной массы ледников как раз в какой-то степени близок, наверное, климату Узбекистана, юга Краснодарского края. То есть, это сухие, полусухие субтропики. А можно карту? Можно карту? Да, в Индии на самом деле не одна зона, страна большая, и она разделена на различные климатические зоны, среди которых есть и субтропики, влажные субтропические леса, и влажные тропические леса в том числе, и в том числе высокогорья. Встречаются сухие субтропики и полуаридные зоны. При этом сезонность у климата достаточно выражена вне зависимости от того, в какой зоне вы находитесь. Сезонность обусловлена изменением муссонных ветров, в первую очередь, а также наличием близости моря и гор, которые не дают воздуху во время летнего муссона продвигаться далеко на север, а в зимнее время, как раз наоборот, не дают проникать влажным массам воздуха на территорию самой страны, вглубь самой страны, из-за того, что с гор в основном из-за повышенного давления вытесняются холодные воздушные, сухие холодные воздушные массы. Насколько похоже на Сочи климат? К какому городу ближе, если в Краснодарском крае? Мы рассматриваем штат, в котором происходит максимальное производство, в котором развито максимальное производство. Махараштра? Да, столица Мумбаи. На самом деле основной производство сосредоточено рядом с городом Пуне или Пуна. И в этом районе, в этом регионе климат похож, наверное, на юг Краснодарского края, но до Кавказского хребта. То есть это полусухие субтропики с выраженной сезонностью. Но, в отличие от российских территорий, сезонов в Индии выраженных три. Это очень непривычно. Но, тем не менее, вот так сложилась ситуация, география, расположение континентов, морей. И выделяют три сезона. Первый – это летний, который начинается с марта, заканчивается в июне. Второй – это зимний сезон, октябрь-февраль. И сезон дождей, который начинается после июня и заканчивается в середине сентября или концу октября. А тогда что-то производят в сезон дождей? Или там что-то смывает, никому не хочется на улицу? В сезон дождей тоже есть производство, но оно ограничено. Не все культуры можно производить в это время. Почему? Потому что начало сезона приходится на июнь, а в июне достаточно жарко и достаточно сухо. Поэтому рассаду производить непросто в этом время. Сезон дождей, жарко и сухо? Да, он начинается, потому что, если мы говорим о сезоне, и вообще принято говорить о сезоне, как о времени, когда продукция готова. Если мы говорим о продукции, которая будет готова, например, в августе-сентябре, ее необходимо начать производить в июне месяце. Ну, стандартный срок 90-100 дней для летников. Соответственно, для этого мы должны откатиться на 3 месяца назад, это будет примерно июнь. В июне температуры достаточно высокие, и влажность не такая большая, и солнце очень интенсивное, поэтому достаточно трудно производить все культуры в это время. В это время можно производить очень устойчивые культуры, такие как катарантус, такие как тагетис, такие как циния. Более нежные культуры, такие как петуния, наверное, все-таки максимально производятся именно во время зимнего периода, или ближе к зимнему периоду. Итак, если мы рассмотрим как раз тот самый зимний период, когда производится максимально... Как у нас большинство растений, то есть сезон-то получается вот сейчас производится. Совершенно верно, очень похоже, да. Особенно, если мы рассматриваем южные регионы и, например, Узбекистан, Казахстан, да, в этих странах точно так же продукция начинает производиться сейчас. То есть сейчас происходят посевы для того, чтобы до апреля месяца была готовая продукция, когда еще нет сильной жары, когда растения максимально достигают своей наиболее декоративной фазы. И когда они еще могут в открытом грунте поработать какое-то время. Итак, в среднем погода и температура во время этого сезона колеблется от 20 до 27 градусов. Это температура во время основного периода вегетации. Октябрь, ноябрь, начало декабря. Начало сезона более теплое. Температуры могут достигать 27-30 градусов. К концу сезона холодает. И температуры могут держаться на уровне 20-25 градусов. А в январе месяце могут опускаться и до 15. Страшный холод просто упас. На самом деле для готовой продукции холод не такой страшный, как ты прекрасно понимаешь. Даже петунии, даже бальзамины легко выдерживают. Если мы имеем опыт выращивания бальзамина в Московской области или Бегонии, и иногда бывают заморозки, бальзамины легкие не сильно побивают, то говорить о 15 градусах, ну, я думаю, что все прекрасно понимают, что 15 градусов это не так критично. Даже для таких нежных культур, как бальзамины Бегонии. Давайте уже на производство. В этот период я сейчас еще по поводу осадков пару слов скажу. Выпадает достаточно большое количество осадков. На самом деле осадки это один из факторов, который лимитирует производство. Почему я объясню позже. И именно в этот период важно, что примерно треть-почти половина всех осадков, то есть где-то 950 миллиметров, выпадает с августа по январь. Итак, переходим к производству. Ну, начнем с материалов, конечно. Всем интересно, а как же производство? А как там у них, да, из чего выращивать? Да, да, совершенно верно. В качестве субстрата используются, как правило, различные варианты кокосового торфа. Но не только торфа. На самом деле это кокосовая крошка. Также в качестве субстрата могут быть использованы кокосовые волокна. То есть это менее отсортированный кокос и кокосовые чипсы. Кокосовые чипсы представляют... Это вот только едят, да? Это вот вкусняшечки, нет? Ну, не совсем, но это, скажем, то, что снаружи вкусняшечек обычно присутствует, да? Такое более жесткое. Вот, и кокосовые чипсы или кокосовая стружка, как правило, закупаются вот в таких брикетиках, как видно на фотографии. Я надеюсь, фотографию видно хорошо. То есть она, конечно, не очень большая. То есть это не для топлива, это не отопление домов? Это не отопление, да, да. Да, это кокосовый субстрат, который специально производится в больших объемах для овощных хозяйств, для декоративных хозяйств. И его используют в разных целях и разные варианты субстрата. То есть это может быть действительно кокосовая крошка. Субстрат может быть представлен в виде преимущества чипсов, а может быть смесь. В редких случаях компании добавляют к кокосовому волокну кокосовой крошке торф. Но это в качестве исключения, либо в качестве специальных заказов. Кокосовое волокно, кокосовая крошка содержит большое количество натрия. Это связано с особенностью производства кокоса и с особенностью физиологии, собственно говоря, самой кокосовой пальмы. Она достаточно толерантно относится к высокому содержанию натрия и может накапливать себе. И технология производства и вообще само производство локализовано близко к регионам прибрежным, где в грунтовые воды подмешивается вода из океана. По этой причине натрия там достаточно много. И для того, чтобы правильно и корректно использовать кокосовую крошку, ее необходимо вымочить. Вот здесь очень интересная фотография. Я про нее немножко расскажу. На заднем плане вы видите с левой стороны вот как раз те самые чипсы, которые спрессованы в такие кубы, в кубики. А на заднем плане кокосовая крошка, спрессованная в такие, на самом деле это не кубы, а это пластинки, которые к нам повернуты квадратной стороной, широкой стороной своей. Такие пластинки дробятся и используются в качестве субстрата. Но перед тем, как их использовать, сначала их замачивают. Замачивание производится в ванне. На переднем плане этой фотографии вы видите два бортика этой ванны. То есть вся она не попала, но вот между этими двумя бортиками находится как раз субстрат, который высыхает. В эту ванну помещается субстрат где-то примерно на один день или на сутки. Заливается водой в соотношении один к полутора. После этого он выстаивается. В это время натрий переходит под действием градиента концентрации из кокоса в воду. Вода затем сливается, она не используется для полива. И кокосовая стружка или кокосовая крошка после высыхания может быть использована в качестве уже субстрата непосредственно, либо в качестве компонента для субстрата. Лопатой перемешивать надо? И вообще как там все с механизацией? С механизацией все не очень хорошо. Но я бы сказал, она не требуется, с одной стороны. Почему? Потому что, как правило, это происходит вручную. В некоторых случаях действительно применяют миксеры, либо мешалки для цемента. То есть бетон-мешалка, как у нас, в принципе все... Иван, а размер хозяйства, чтобы просто понимать, средний размер хозяйства в Индии? Сколько у них гектар или квадратных метров? От гектара до десятков гектар, до двадцати. В частности, хозяйство фотографий, которого я в основном использовал для... Не все, но в основном использовал для этой презентации, имеет 20 гектар. Причем это 20 гектар и открытого грунта, и под пленкой. Под пленкой где-то около, наверное, 10 гектаров или 15 даже. И оно рассредоточено в нескольких территориях, на нескольких территориях, и представляет из себя хозяйство, в том числе с достаточно открытыми, большими площадями открытого грунта, на которых тоже происходит выращивание. Но мы дальше вернемся тоже к этому производству. А фермеры есть, у которых маленькие теплички или маленькие производственные площади? Тысячи квадратов, вот как у нас есть, тысячи квадратов, две тысячи квадратов. Обычно такие небольшие, назовем так, питомнички, они используются в качестве торговых площадей, потому что на них проще разместить большое количество продукции. И второе, маленькие территории неудобны по одной простой причине. Все стараются выращивать, как многие производители, весь ассортимент. И разместить на маленькой площади разнообразную продукцию большими партиями достаточно сложно. Наши могут. Наши могут. Наши выращивают на самом деле не такой большой ассортимент. Дело в том, что тут, может быть, даже будет интересно немножко рассказать об этом, что в ассортимент питомников входят не только летники. Это могут быть и декоративно-лиственные культуры тропические, спатифилумы, антуриумы, филодендроны. Также это пальмы, очень распространенные культуры, и кустарники различного рода, начиная от самых простых, типа гугенвилии, которые в городском озеленении, она очень устойчиво используется повсеместно. И заканчивая шифлерами, более такими, назовем так, благородными, розами, гибискусами. И поэтому ассортимент питомников достаточно широкий. И он включает в себя далеко не только летники. И, как правило, летники часто бывают в качестве скорее добавки к ассортименту. Поэтому маленькие питомники, маленькие в понимании Индии, то есть тысячи квадратов, пять тысяч квадратов, они, как правило, используются в качестве торговых площадей. В частности, торговая площадка питомника, в котором я делал фотографии, и в котором мы производили выставку исключительно для сингенты flowers, она имеет около пяти тысяч квадратов. То есть это достаточно большая сингтез, покрытая пленкой, затененная, на столах представлена продукция, и она регулярно завозится. И я бы сказал, основной сегмент этой продукции – это декоративно-лиственные все-таки растения. То есть это кротоны, фикусы, папоротники, пальмы, много агланем разного формата и расцветки, в том числе розовых, красных. Это все на экспорт или для внутреннего употребления? Для внутреннего употребления. Индусы цветы любят, да, жители Индии цветы? Да. Ой, еще одни ванны, я смотрю на фото, бетонные. Еще одни ванны уже. Это уже посадочные. Для какого-то для промывки, нет? Прошу прощения, это пассивные территории, вот так выглядят. Камера проращивания в Индии или пассивное отделение в Индии? Да, 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 вот пассивное отделение выглядит именно так. То есть это субстрат, который стелется на поверхность грунта в теплице, непосредственно, не непосредственно на поверхность грунта, а на пластиковую подложку. На нетуший материал. Чтобы патогены проникали. Чтобы патогены, чтобы, да, раствор, который может быть из-за соленой почвы проникать, чтобы он не проникал на растение, в субстрат. Такой субстрат делится. Пластиковый вкладыш, пленочный вкладыш, да, под низом под субстратом. А слой субстрата какой? Это не пленочный вкладыш, это скорее слой нетканого материала, который растянут на всю теплицу. То есть это пол теплицы. И вот на него непосредственно раскладывается субстрат слоем примерно 15 сантиметров, и в него происходит посев. То есть вот бортик примерно на одну треть, который вот видно справа и слева, он на одну треть заполнен субстратом. И вот так происходит посев. Интересно, норма посева, как они берут прям? У нас же фасовка по 5 тысяч семян, по 10 тысяч семян, по 1000 семян, а здесь, наверное, по 100, да, они так нагрят? Нет, нет, это тысячи, это тысячные пакетики, высеянные длина, да, 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 длина вот этой гряды, которая занимается под тысячный пакетик, примерно 2,5 метра. 2000 распределяются вот на таком небольшом участке. И здесь хорошая картинка для того, чтобы проиллюстрировать, как чувствительные петунии относятся к кокосовому субстрату, который прошел промывку. И даже после промывки вы можете видеть много маленьких растений с хлорозом, который возникает из-за относительно высокой pH и высокого содержания натрия. То есть для петунии все-таки этот субстрат, он немножко неподходящий, либо его нужно промывать с кислотой, либо с азотной, либо с фосфорной кислотой, преимущественно с азотной. Вот. Иногда применяют серную кислоту. Почему? Потому что азотная кислота, она очень быстро впитывается, потребляется растением, и pH возвращается в норм. И мало того, она способствует еще и не промыванию натрия, а его фиксации. Вот. То есть он вместе с нитратом начинает поступать в растение. По этой причине часто применяют в том числе и серную кислоту, которая просто вымывает. Сульфат натрия хорошо растворимый, он просто вымывает натрий, который остается в растворе. Тебя на жалобу сюда не вызывали в первый момент? Можно в предыдущий слайд? Тебя не вызывали, что говорили? Вот, плохие семена, плохо всходит. Это не жалоба, а скорее просто просьба приехать в питомник. Я как раз в тот питомник, фотографию которого вы сейчас видите, я приезжал специально по запросу. То есть клиент нашего индийского менеджера по продажам попросил меня к нему приехать и проконсультировать, как можно улучшить состояние его питуней. Я ему действительно посоветовал применять промывку не просто чистой водой. Дело в том, что вода, и я обещал вернуться к осадкам, к воде, которую используют. Вода в том числе используется из, и в частности этим хозяйством используется из каналов. В каналах она тоже имеет высокий PH и она тоже содержит определенное количество натрия. По этой причине промывать такой субстрат лучше с добавлением, если используется такого рода вода, лучше с добавлением кислоты. Ну и либо азотный, либо серный. В зависимости от того, что доступно и с чем привык производитель работать. Да, мы можем сейчас перемещаться, да, уже на следующий слайд. Да, 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 вообще интересно. Это еще даже более интересный и необычный слайд для производителей и в России, и в странах. Да ладно, хорошая корневая система, горшочек. Корневая система, однако это субстрат на основе уже не кокоса, а на основе так называемой красной вулканической почвы. Скорее даже не почва, а подпочвенного слоя, потому что почва не используется. Это особенность и выраженная специфика производителей цветов в Индии. Они используют для готовой продукции в качестве субстрата, в которой производится перевалка. Субстрат на основе этой глинистой почвы. Это не чернозем, это не краснозем, потому что краснозем это сильно выщелочные почвы. В данном случае почва богата минеральными соединениями. Я, извините, написал минералами, но я имел в виду минеральные соединения. В ней достаточно высокая, но неизбыточная концентрация кальция. Из-за этого она хорошо структурирована. И она не такая илистая. Дело в том, что большинство черноземов и каштановых почв у нас содержит больше илистых частиц. В данном случае этот тип подпочвы, этот тип почвы, назовем ее тогда, он содержит все-таки больше глинистых частиц. И он не такой, назовем так, размываемый и не такой разбухающийся, и более структурированный. Так вот, субстрат, который используют для перевалки, для уже посадки продукции в готовые, в итоговые емкости, состоит на 20% из кокосового волокна, чипсов или торфа, 60% это как раз красные вулканические почвы и 20% переплевшего навоза. Я думаю, что сейчас будет вопрос. Конечно, потому что у меня сразу вопрос, отлично, то есть кормить с каждым поливом в Индии не нужно, и вместо осмокоты используется навоз, да? А вулканические почвы, как, я не знаю, чтобы долго высвобождались питательные элементы? Или нет? Или вот, что с этим навозом? И плюс еще, у меня как-то, как у человека близкого к защите растений, у меня сразу вопрос, как же патогены из высушенного навоза, из почвы, сколько они льют туда химии? Вопрос очень объемный, вот, и он состоит из нескольких вопросов. Да, извините, дорогие коллеги, я хочу сказать, мы сделаем эту запись, мы ее будем делить на три части со временем, и презентацию мы вам можем выслать отдельно. У нас будут небольшие блоки по 30-40 минут, вот, так что вы их можете пересматривать, и я надеюсь, будет расшифровка, на какой минуте что будет проходить. Спасибо. Так, Иван, напоминаю вопрос, значит, кто у нас там навоз, значит, нам не нужен осмокот, или вообще не надо растения кормить после перевалки? Или красные вулканические почвы тоже, наверное, влагу держат? И что там за хитрые растения? Как от корневых гнилей, от всего, от сорнякового вызвали? Наверное, с конца, с последнего вопроса, потому что я думаю, что он больше волнует, наверное, производителей, а можно ли использовать навоз в качестве регулярного компонента с точки зрения фитосанитарных ограничений. На самом деле используется не непосредственно сам навоз, а перепревший, переферментированный навоз, который долгое время лежал и разлагался. Дело в том, что в это время, во время момент, или во время ферментации, лучше так сформулировать, работают сапрофитные бактерии, которые своими ферментами, в том числе и споры возбудителей, убивают, и они не дают им развиваться. То есть, фактически, он является в какой-то степени обеззараженным именно вот этими экзоферментами сапрофитных бактерий. И с точки зрения сорняков он также безопасен, потому что те же самые ферменты, они хорошо убивают и семена сорняков. То есть, это не то, что у священной коровы нейтральный навоз, да? Не патогенный навоз, нет? Если его использовать, назовем так, напрямую, или когда он условно не пролежал сезон в бурте, то да, действительно можно получить все проблемы, которые связаны с фитосанитарными вопросами, с налетевшими семенами сорняков. Потому что в навозе не все, понятно, что сорняки выливают после прохождения пищеварительного тракта. Но налетевшие сорняки, они могут создавать определенную проблему. А почвы красные вулканические зачем? Это удешевление или вообще? Во-первых, это удешевление. Они существенно дешевле, несмотря на то, что вес этого горшка достаточно большой получается при этом, но сама почва, она существенно дешевле, чем кокосовый субстрат. Кокосовый субстрат как раз добавляется для облегчения, для аэрации, скорее, этой смеси получающейся. Но красные вулканические почвы выполняют еще одну функцию в данном случае. Они выполняют функцию, назовем так, буфера, потому что глинистые материалы создают, они имеют большой ППК, они создают нейтрализующий эффект на скачки ЕСИ и ПХ, естественно, когда происходит полив. Или, например, они поглощают часть избытка солей, которые выделяются из навоза или, например, из сухих удобрений, чем тоже грешат очень часто индийские производители. Они иногда, особенно крупные кашпо, подкармливают сухими водорастворимыми удобрениями. Вот, кстати, вопрос. У них подкормки идут с каждым поливом или нет? Если есть навоз, что им кормить? Я был приятно удивлен, что действительно индийские производители, несмотря на то, что в общем рынок и цветоводство в Индии достаточно молодое с точки зрения, и в сравнении, например, с европейским, тем не менее они применяют подкормки с каждым поливом. А не жируют ли растений? Тут у меня и навоз, тут у меня и буферность от красных вулканических почв. Им, наверное, слишком много. Тут еще удобрения не тратят минералы. Как раз буферность позволяет избыток, то есть глинистые минералы, они избыток, например, азота очень хорошо поглощают, особенно, извините, аммония. То есть аммонийный азот очень хорошо фиксируется, как катион фиксируется, глинистыми минералами, а глинистые минералы, они в основном выполняют функцию катионитов, то есть они связывают катионы в первую очередь. Я имею в виду те глинистые минералы на основе алюбосиликата, как правило. Мы в такие вдаваться давай не будем, просто вот получается, что несмотря на то, что там есть 20% перепревшего высушенного навоза, все равно кормят еще и минералочкой. Да, и надо помнить еще, что перепревший навоз все-таки так называемые денитрифицирующие бактерии работают, они анаэробные, и они выделяют, они используют аммоний в первую очередь для того, чтобы получать энергию, они его окисляют кислородом, вот, соответственно, дают, точнее, часть бактерий аэробных окисляют кислородом, а уже анаэробные бактерии водород перемещают на органические соединения, а азота высвобождаются в виде азота в воздух, то есть азота содержится значительно меньше, потому что денитрифицирующие бактерии его просто поедают. То есть в данном случае навоз это не панацея, я бы его не стал рекомендовать промышленным производством, почему? Потому что понятно, что качество навоза всегда нестабильное, да, то есть, во-первых, вы не всегда можете проконтролировать как минимум диету коровы, которая производила, то есть поступающее сырье для фабрики по производству этого навоза, а как максимум вы не можете всегда контролировать осадки, которые там льются на тот самый бурт, или время, да, или плотность этого навоза, да, или по слоям, да, то есть все это достаточно... То есть они навоз используют не от хорошей жизни и не от того, что на них давит зеленый, что у нас должно быть все экологично, то есть если бы у них были деньги, они бы использовали торф для посева и минеральное удобрение с каждым поливом, да, получается? И в какой-то степени, да, это дань традициям, потому что необходимо, с одной стороны, нейтрализовывать избытки навоза, которые возникают от разного крупного и мелкого рогатого скота, а с другой стороны, это удешевление, то есть это возможность сэкономить на удобрениях, то есть если по каким-то причинам не появилась возможность быстро купить удобрения минеральные, или они заключились, не было возможности, то навоз и глинистые минералы, они начинают высвобождать, то есть вот эта комбинация начинает действовать как удобрение длительного действия. Глина накапливала какое-то время избыток азота, калия, которые приходили с поливом или из навоза выделялись, фосфор, ну фосфор, он не фиксируется глиной, но тем не менее, он все равно как малорастворимые соединения. Слушай, но галядина – дорогое мясо, там же в основном курятина, а птичий помет используют для смеси или для удобрения или нет? Хороший вопрос, но я, к сожалению, не могу на него ничего ответить, потому что я не вдавался в такие глубокие подробности производства органических удобрений, подозреваю, что используют, но не уверен, что используют именно для производства цветов. Да, овощники отдельно, то есть если у нас, смотри, очень многие хозяйства производят и овощную растаду, и цветочную растаду, а как вот в Индии? Овощники там идут прям отдельно, не знаю, каста отдельно. Как правило, да. Как правило, это хозяйства специализированные, они находятся немножко в стороне от магистрали, то есть они имеют, во-первых, локацию немножко другую, во-вторых, они используют немножко другую технологию, и поскольку бизнес, как правило, семейный и традиционный, да, то есть семья традиционно продолжает, там, наследник продолжает дело свои... Как в Голландии, прям, типа... Да, очень похоже. Вот. И по этой причине, если хозяйство долгое время занималось производством овощей, то оно и продолжает заниматься производством овощей. Но я могу сказать, что при этом, особенно в последние годы производства и распределения площадей, производство достаточно лобильное, то есть часто цветоводы выкупают площади у овощеводов и у производителей плодов, там, например, там, банановая плантация или плантация сахарного тростника может быть переоборудована, да, под производство, там, поставлены теплицы, навезен грунт, застелена пленка и начинается производство цветов. Часто такое происходит. И часто, особенно вдоль трасс, такие площади выкупаются производителями для организации торговых площадок на этих местах. Вот. И особенно маленькие кусочки земли, то есть небольшой сад, например, часто превращается в такую роскошную площадку для продажи растений с различными воркшопами, там, с выставкой растений. И все очень выглядит достаточно красиво. Вот. Ну, переходим, наверное, к следующему слайду. Как раз это внешний вид. Я постарался максимально сделать крупными фотографиями, чтобы было видно, что действительно в горшках находится на поверхности вот эта вот красная вулканическая почва. То есть там явно нет торфа. И львиновый зеву там явно хорошо. Это, я так понимаю, наш снаптини, да, желтенький? Вот. Он и ветвицы нормальный, и все хорошо. Да, да. Совершенно верно. Но снаптини, он, так скажем, генетически ветвится хорошо и начинает рано ветвиться. Вот. И, в общем-то, растение не голодное, с одной стороны. Растение достаточно развитое без признаков голодания, без признаков хлороза. Вот. И, в общем-то, хорошо заряжено бутонами. А полив? Это вот верхний полив или после дождя? Можно предъявить? Это после дождя. Да. А это после дождя? Мы попали под дождь. Он был не сильный, но, тем не менее, такой заметный. Он хорошо промочил, в том числе, горшок. Можно видеть на левой фотографии влажную поверхность укрытного материала, на котором горшки стоят. Да, действительно, прошел дождь. Это был не полив. Но полив происходит точно так же верхний. Еще... Не-не-не-не-не. Вернись немножко на предыдущее. Мы сейчас... Через пять минут мы сделаем перерыв, закроем блок по субстратам и по климату, и перейдем уже к другому блоку по материалам. Вот здесь я просто хотела... Пока здесь видно... Во-первых, я смотрю, нет сорняков, да? Как они борются с сорняками? Сорняки мало присутствуют, потому что, как я вначале уже успел сказать, на самом деле красная вулканическая почва – это не совсем почва. То есть это не верхний слой, там содержится мало сорняков. Это скорее большие слои наслоения вот этих глинистых минералов, да? Они обычно образуются после разрушения вулканических пород, после выветривания. В навозе, я уже сказал, тоже сорняков практически нет. Они налетают? Потому что вот открытое пространство, и все растет, летает. Но я смотрю, достаточно чисто. Сорняки выпалываются достаточно быстро, плюс, видимо, их не так много летает. Если они и летают, то их не так много. Самое главное, чтобы их не было, или их было минимально на площадках, да? Чтобы они не были там в доступности нескольких метров. А вот я смотрю там тоже на фотографии, боль моя, кассеты 54 или 60 какие-то, они что-то тоже в кассетах выращивают? Да, рассада проходит через кассеты. Понятненько. Спасибо большое. Сейчас мы завершим наш блог по субстратам и по климату. И следующим блогом будем рассказывать про другие особенности производства летников в Индии. Спасибо. 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 Спасибо.